НЕФТИЮГАНСКА На телеканале Юганск время новостей. Здравствуйте! В студии Дарья Лунькова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Кто новый глава нефтьюганска? Городская дума приняла единогласное решение. Плодотворный 2021. Наталья Комарова выступила с ежегодным обращением к югорчанам. Ситуация стабилизируется. Актуальная информация по распространению COVID-19 в Нефтьюганске. Сегодня в Нефтьюганске стало известно имя нового главы города. Единогласное решение о назначении городоначальника приняли на заседании городской думы. Кто встал у руля города на ближайшие пять лет и какие еще вопросы рассматривали местные депутаты, узнаете в следующем материале. Комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Нефтьюганска работала всю первую половину дня. По ее итогам на думу представили двух главных претендентов на пост главы города – Эльвиру Бугай и Павла Прокоповича. Я считаю, что это очень ответственный момент для каждого из нас. Комиссия работала, комиссия выборов достойных представителей. Конкурсную комиссию, уведомляю, было подано документы от шести кандидатов. Конкурсная комиссия, посовещавшись, приняла решение предложить для рассмотрения на должность главы города Нефтьюганска двух кандидатов. Это Бугай Эльвиру Хакимьяновну и Прокоповича Павла Александровича. По итогам депутатского голосования главой Нефтьюганска единогласно избрана Эльвира Бугай. Уже больше 20 лет я живу и работаю в нашем городе. Последние пять лет я являюсь депутатом думы города шестого созыва. И эти годы наиболее ярко показали мне, если не все, то основные болевые точки Нефтьюганска. Именно поэтому решение принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нефтьюганска стало максимально взвешенным и обдуманным. И это не единственные кадровые изменения в администрации города. Буквально в этом месяце на должность директора департамента ЖКХ назначен Сергей Сивков. Сегодня новый начальник отчитался перед депутатами об уборке снега в городе. Народные избранники попросили департамент ЖКХ усилить контроль над внутриквартальными проездами, а точнее над складированием снега в микрорайонах. Это, будем говорить, ежедневная работа. Мы встречаемся каждое утро, ставим задачи, просматриваем сети. Мы находимся во всех сетях. И те замечания, которые к нам приходят, именно в части добровольных помощников, будем говорить, неравнодушных жителей, мы их рассматриваем неотлагательно, что можно сделать сейчас. Помимо этого на заседании приняли решение о создании в Нефтьюганске молодежного парламента при Думе города. Это будет совещательный орган, в который войдут активные нефтьюганцы в возрасте с 18 до 35 лет. Ближе к концу декабря специальная рабочая группа определит критерии, по которым будет отбираться состав молодежного парламента. Дарья Лунькова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Наталья Комарова сегодня выступила с традиционным обращением к жителям Югры. Отчитываясь об итогах работы за год, она охватила практически все сферы жизни региона. Особое внимание было уделено системе здравоохранения, которая в связи с пандемией работает на пределе возможностей. В связи с этим губернатор объявила 2022 годом здоровья сбережения. Система здравоохранения более полутора лет работает с колоссальной перегрузкой. Врачи героически борются с эпидемией, не считаясь личным временем. Губернатор процитировала письмо юного нефтьюганца, чья мама работает педиатром и почти не бывает дома. В связи с этим главной задачей в следующем году будет обеспечение безопасности югорчан в условиях пандемии. У Ханты есть такая пословица, кто с полдороги вернулся, тому не увидеть счастливого пути. Важно, несмотря на затянувшуюся пандемию, трансформировать перспективы в реальный рост качества жизни, не сворачивать с намеченного курса, внедрять новые решения. Только в 2021 году система управления регионом Инцидент Менеджмент зафиксировала 66 тысяч сообщений югорчан. Напомним, она отслеживает обращения и жалобы жителей в интернете, в том числе в социальных сетях, чтобы власти могли принимать оперативные решения. По-прежнему большинство сообщений касается ЖКХ, благоустройства и дорог с разными темпами, но вопросы в муниципалитетах решаются, как оказавшиеся неразрешимые проблемы расселения ветхого жилья. До конца года будут расселены 110,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Переселены 7,7 тысяч граждан. 6 из 16 муниципальных образований завершат расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Югра по-прежнему может гордиться своей стабильностью. Не первый год мы входим в тройку регионов с самым низким уровнем безработицы. Добыча нефти и газа не снижается и даже растет. По рождаемости мы на шестом месте в стране. Чтобы обеспечить растущее число детей доступным образованием, до 2024 года в округе введут 17 новых школ, в том числе в Нефтеюганске. Уже в следующем году будет внедрен новый образовательный проект. У каждого педагога Югры появится личный кабинет учителя. В 2022 году для учителей региона будет внедрен на региональной цифровой образовательной платформе образования Югры модуль «Личный кабинет учителя». Он позволит педагогам нашего округа создавать свой индивидуальный образовательный маршрут, участвуя в сетевых и профессиональных сообществах, получая новые профессиональные знания и умения, выступая в качестве эксперта, а в итоге автоматически формируя свой личный портфолио. Для жителей нашего города есть еще одна хорошая новость. После многолетнего ожидания началось строительство газопровода, компрессорная станция Южнобалыгская «Нефтеюганск» протяженностью более 47 километров. Она обеспечит надежное газоснабжение жителей всего нефтеюганского региона. В ходе своего ежегодного обращения к югорчанам губернатор региона Наталья Комарова анонсировала и введение новой единовременной выплаты в поддержку материнства. Эта материальная помощь на территории Югры начнет реализовываться с 2022 года. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей. Материальная поддержка в 2022 году будет доступна для мам, родившим первенца, на территории Ханты-Мансийского округа. Демографическая ситуация в автономном округе, как и в Российской Федерации, требует реализации мер демографического стимулирования, тесно связанными с мерами социальной поддержки семей. Стоит отметить, что новая единовременная выплата будет предоставляться не вместо, а в дополнение традиционному подарку «Росту» в Югре, номинал которого составляет 20 тысяч рублей. В Югре продолжается снижение заболеваемости COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 240 новых случаев. В Нефтеюганске – один. В данное время ковидный коечный фонд в городе заполнен на 70%. Освободившиеся места переводят в обычный плановый коечный фонд. Медики надеются, что позитивная тенденция продолжится. Всего лишь месяц назад медики выезжали на тысячу вызовов в день. Ковидный госпиталь был заполнен почти на 100%. Сегодня число ежедневных обращений в больницу с симптомами ОРВИ снизилось в 2,5-3 раза. В госпитале из 250 коек заняты 170. В отделении реанимации на сегодняшний у нас находится 32 пациента. 28 пациентов находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких и четверо пациентов с кислородной поддержкой. Эту ситуацию мы тоже мониторим. И, соответственно, у нас ежедневно пациенты с улучшением, они из реанимации переводятся в профильное отделение. Среди тех, у кого положительный тест на коронавирус – 92 ребенка. У всех, по словам Дмитрия Мальцева, заболевание протекает относительно легко, либо бессимптомно. Если мы говорим про конец октября, начало ноября, то это действительно были пиковые цифры, пиковое значение, когда количество обращений и вызовов достигало у нас тысячи и более в сутки. То на сегодняшний день эта цифра у нас на уровне 300-400, если мы берем вместе, это педиатрический блок и взрослый блок. Вот поэтому из этих цифр мы понимаем, что все-таки ситуация где-то у нас стабилизировалась, а может быть даже пошла на спад. Но и все-таки будем надеяться, что она в дальнейшем будет таким образом развиваться. По темпам вакцинации потихоньку догоняем остальные муниципалитеты. Первым компонентом привито 43 тысячи горожан, полностью завершили вакцинацию около 32 тысяч жителей. Это не считая тех, кто поставил прививку на производстве. Действительно, цифры небольшие, но тем не менее мы идем достаточно неплохо. На сегодняшний день ежедневно у нас прививаются порядка 354 горожан, я имею в виду первым компонентом, но и столько же прививаются вторым компонентом. Напомним, в Нефтеюганске по-прежнему работают 6 пунктов вакцинации. В некоторых из них, например, в МФЦ и торговом центре «Рандеву» прививку можно поставить без малейшей очереди. Свободно и в дневном стационаре. Он находится в 8-м А в одном здании женской консультации. Что касается поликлиники в 16-м микрорайоне, куда идет основной поток пациентов, пункт вакцинации там работает аж до 10 вечера. И после 6-ти никакого ажиотажа не наблюдается. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Овощи, мята и клубника на подоконнике. Так называемые сити-фермеры становятся трендом в последние годы, когда на самоизоляции люди стали искать новое хобби. Учащиеся кванториума создали свой мини-огород и узнали, при каком освещении ждать более богатый урожай. Как выяснилось, привычная розовая подсветка – не лучший вариант. Свои помидоры круглый год – вполне осуществимая мечта. Эрман Хакеншиев постепенно движется к ее реализации. Необходимо только время. Так в сентябре вместе со своими учениками из кванториума он создал специальную коробку для выращивания микрозелени. Коробка, которая выполнена в нашей тепличной системе, сделана на лазерном станке. Чтобы собрать эту коробку, нужно сначала обучающихся познакомить с 2D-моделированием. Задача обучающихся – это не только совместить биологию, но также и технику. Мы собрали сами, и это вышло в 4-3 раза меньше, чем бы стало. В каждый из четырех отсеков поместили крест-салат, но установили разные лампы. В среднем нужно от 7 до 11 дней, чтобы появился пригодный в пищу плод. Как оказалось, освещение также влияет и на вкус. Так, кванторианцы выяснили, что растению больше подходит красный спектр. Далее по полезности – естественный белый свет. На третьем месте – синий. А хуже всего действует красно-синий, то есть розовый. От незнания люди, от маркетинга, так скажем, люди бегут покупать эти тепличные оснащения, именно, имеется в виду, досвечивать свое растение. Но очень мало кто читает и разбирается в этом, даже в том плане, как поставить, на какую высоту. Это тоже очень важно. Проект занял первое место в городском конкурсе «Юный изобретатель». Своим экспериментом ребята доказали, что подобную домашнюю теплицу можно сделать самому и наслаждаться урожаем круглый год. Еще планируют создать приложение, которое поможет управлять теплицей удаленно. Тут у нас как раз-таки создание будущего. Тут у нас будет гидропонная система полностью оснащена. То есть у нас будет бак с водой, насос, компрессор. Насос будет поднимать столб жидкости вверх, приходить сначала в первый отсек, до конечного и сливать жидкость обратно. Также преподаватели Кванториума собрали еще одну мини-сити-ферму. На 3D-принтере создали специальный умный горшок с гидропонной системой, в котором выращивают мяту. Общая суммарная мощность наших ламп в Т2-8 ватт составляет 48 ватт. Прошлый составлял 70 ватт. То есть мы сейчас проверяем спектры. Вот здесь можно проращивать что-то, вот на этой теплице. А вот уже на этой можно растить полностью готовый продукт. Ну, понятное дело, черри, допустим, можно, клубнику здесь можно, но огурцы тут просто не поместятся. У Эрмана любовь к биологии и технологиям зародилась еще в детстве, когда дома стоял аквариум. Теперь страсть к трудоемкому, но интересному процессу провивает своим ученикам. Сейчас в их 3D-принтере созревает новый умный горшок, но уже для клубники. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, Евгений Трофилов, телерадиокомпания «Юганск». И в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Окно в город». Субтитры создавал DimaTorфилов, Субтитры делал DimaTorzok На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.